С 1972 года в Голицыно находится одно из старейших военных учебных заведений, в котором готовят защитников рубежей нашей Родины. 16 лет назад оно получило название Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности России. Поэтому профессиональный праздник представителей этих войск в поселении отмечается традиционно широко. Обязательная часть праздничной программы – возложение цветов к мемориалу выпускникам Голицынсам и к памятному камню, который был заложен по случаю столетия пограничных войск. Нужно видеть глаза ветеранов, нужно видеть глаза внуков, правнуков, которые приходят и с дедами становятся в одну шеренгу. Для них это очень святое время, поэтому мы в преддверии проводим мин 27-го. Боевые сутки на погранице начинаются в 27-го, в 20.00. Поэтому мы сегодня здесь, мы поздравляем ветеранов, мы желаем добра, мира, здоровья, долголетия, активнейшего. Около часовни преподобного Ильи Муромского, небесного покровителя защитников государственных рубежей, состоялась праздничная служба. Здесь собрались действующие пограничники, ветераны, представители администрации и горожане. Сразу после молебна все желающие присоединились к торжественному маршу курсантов, знаменной группы и оркестра Голицынского пограничного института. Шествие проследовало по Советской улице. Во-первых, это само по себе очень славное силовое подразделение. Сейчас оно входит в состав ФСБ России. Но в принципе мы прекрасно понимаем, что эти люди, эти выпускники, эти офицеры, которые их обучают, это первый рубеж нашей страны. Они охраняют наше государство, первые, кто принимает бой. Поэтому мы в городском округе депутаты Одинцовского района, конечно, относимся с большим уважением и почтением к этим людям. Я очень горд, что вот в моем округе такое солидное учебное заведение вообще в системе военных. Я не буду говорить армии, ФСБ в системе военных. Ну а тем, кто заканчивает эти училища на границах, чтобы они были всегда готовы к самым неожиданностям. Финальная часть программы Дня пограничника – концерт, на котором выступили известные артисты. Несмотря на то, что на календаре был понедельник, настроение у всех было праздничное. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.